здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки свободное падение решения задач задача 20 21 1 но прежде чем мы перейдем к задачам мне хотелось бы дать определение что такое свободное падение и так вот я иной раз спрашиваю мы берем тело и бросаем его вверх ну вот например точил когда у меня в руках казалось я беру и бросаем бросаю вверх представим себе зафигарил высоко вверх и спрашиваю вот до тех пор пока это самая точилка будет подниматься вверх да это свободное падение или нет и очень многие начинают при этом так сказать путаться вот говорят нет конечно свободное падение это только тогда тело начинает падать ничего подобного свободное падение это просто напросто движение тела только так такое когда на нее действует только сила тяжести Вот всё. Вот это и есть не что иное, как свободное падение. То есть, неважно, если тело поднимается вверх, но не уж действует сила тяжести вниз. Правильно? В любой ситуации сила тяжести действует вниз. Поэтому неважно, как у нас тело брошено. Вертикально вверх, вертикально вниз, или просто, так сказать, отпущено. А можно ещё бросить его и вот так вот горизонтально, а можно ещё и под углом бросить. Как угодно. Короче говоря, это всё будет называться свободным падением. Есть огромнейшее количество задач на свободное падение тела. И мы с вами, естественно, должны научиться решать эти задачи. Ну, кстати говоря, вот вы видите, вот здесь вот такую наклонную башню. Это известнейшая Пизанская башня. Вот. А там на самом верху стоит никто иной, как Галилею Галилей. Который, как говорят, взобрался на эту самую башню и стал сбрасывать оттуда различные народы тела. Большой шарик и маленький шарик. А для чего он это делал? Чтобы доказалось, что масса абсолютно не влияет на время падения. И это на самом деле так. Хотя, конечно, хотя, конечно, если я возьму сейчас листочек бумаги, да, вот, и вот я его отрываю, вот, листочек бумаги я сейчас возьму и ту же самую точилку. Вот. И они у меня находятся на одной и той же высоте. И я их сейчас возьму и брошу. Одновременно. Ха-ха! Говорят. Ну и что? Понятно, что кусочек вот этой вот бумаженцы, да, он намного легче, чем масса вот этой самой точилки. Поэтому, если я бросаю их с одинаковой высоты, вы видите, естественно, что вот этот кусок бумажки падает намного медленнее. Так что, Галилея Галилея не прав, а мы можем это очень быстро провернуть. Я возьму сейчас и вот эту вот бумажечку сожму, и что я вижу? У неё просто форма чуть-чуть изменилась. А масса какая была, такая осталась. Ну, какая разница? Это самый кусок бумажки в развернутом состоянии, да? Или я его вот сейчас возьму и сожму. А теперь раз и опускаю. Одновременно. Бамс! Бамс! И они падают одинаково. Можете сами этот опыт сколько угодно сделать. И удивить кого-нибудь. Вот. Кстати говоря, Кстати говоря, очень многие, кстати, Кстати говоря, кстати думают, что... Здравствуйте. Так вот, кстати говоря, очень многие думают, что так на самом деле и происходит. А вот в чём заключалась гениальность, гениальность Галилея Галилея. Это первый учёный в мире, ну так говорят, во всяком случае, который сказал, ну вот, ребятки, Ну, не могу я убрать сопротивление воздуха, нет у меня таких возможностей. Это сейчас в лаборатории есть так называемая трубка Галилея Галилея. Вот. Может быть, кто-то из учителей показывал такой опыт, когда внутри этой трубки находится пёрышко, там какая-то такая... Свинцовый шарик, вот, и кусок пробки. И если их вот так вот раз, эту трубку, так сказать, перегнуть, видим, что сначала падает. И, естественно, более тяжёлое тело, свинцовый шарик, потом падает пробка, потом медленно-медленно приземляется пёрышко. А вот если взять из этой трубки, откачать воздух и перевернуть, вау, они все, эти три тела, падают одновременно. Ну, это хорошо сейчас взять и откачать воздух. А 400 с лишним лет таких возможностей не было. Были очень интересные возможности это всё, так сказать, представить. Так вот, Галилея Галилея был одним из первых, который говорил, ну, не могу я это сделать, но зато в своей голове могу это представить, что вот нет сопротивления воздуха. И поверьте мне, господа учёные, вот, если сопротивление воздуха убрать, все тела будут падать одновременно. Точно так же, как Галилея Галилей пришёл к такому интересному, так сказать, заключению, что если какие-то шарики скатывать с наклонной плоскости, и все говорят, любой шарик, который с наклонной плоскости скатится, да, он всегда становится в конечном итоге. Галилея Галилея говорит, а вот и фиг вам. А вот если вообще ничего шарику мешать не будет, который скатился с наклонной плоскости, трения нет, сопротивления воздуха нет, сила тяжести уравновешивается, сила реакции опоры, их сумма равна нулю, он только движется, вот, по прямой, по бесконечной такой, длинной прямой, что с ним будет? А ему ничего не мешает двигаться. Он будет всё время двигаться равномерно и прямолинейно. Ну ладно. Так вот, сейчас нам с вами предстоит решить две задачки. Давайте на них посмотрим. Вот когда решаются задачи по физике, всегда нужно вот условия задачи прочитать правильно. Вот первое условие. За какое время свободно падающей безначальной скорости тела пройдёт 100 сантиметров своего пути? И вот вторая задача. А за какое время свободно падающей безначальной скорости тела пройдёт сотый сантиметр своего пути? На первый взгляд, кажется, что это одна и та же задача. А на самом-то деле, совершенно нет. Абсолютно две разные задачи, которые имеют, так сказать, общий знаменатель – свободно падают. Так вот, в чём же разница? Я вам сейчас об этом и расскажу. Но сначала маленькая теория. Я даже ничуть не сомневаюсь, что у меня есть теория, так сказать, движения тела вертикально брошенного вверх, вертикально брошенного вниз, свободно падающего, под углом горизонта и так далее. Ну, как говорится, повторение мать, учение. Так вот, если мы знаем, что тело брошено, но, естественно, движется равно ускоренно, ускорение его постоянное. Это G, которое в задачах принимается за 10 метров на секунду в квадрате. Но мы-то с вами знаем, что на самом-то деле это 9,8. Кроме всего прочего, мы знаем несколько формул, основных и главных, когда изучалось равноускоренное движение тела по прямой по оси Х. Вот ось Х, вот машинка, которая движется с какой-то скоростью в нулевое, допустим, здесь. Потом она увеличивает свою скорость, тут скорость становится больше, ну и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы найти скорость, В равняется В нулевое плюс АТ. Это первая формула. Кстати говоря, она была получена из определения ускорения В отнять В нулевое, деленное на Т. Дальше пошли формулы. Х равняется Х нулевое плюс В нулевое плюс В деленное на 2, умноженное на Т. Х равняется Х нулевое плюс В нулевое Т. Плюс АТ квадрат пополам, деленное на 2. Но иногда это пишут 1 вторая АТ квадрат. Вот я привык так писать. Дальше пишут Х равняется Х нулевое плюс В нулевое квадрат минус В нулевое квадрат, деленное на 2А. Вот это основные формулы, так сказать, кинематики. Обычно Х нулевое равняется нулю. Хотя это совсем не обязательно. Теперь дальше мы с вами начали вести про свободно падающее тело. Но оно же не вечно падает, правильно? То есть когда-то оно начинало падать. А это означает, что когда говорится о свободном падении, да, вот, допустим, земля, вот над землей находится какое-то тело, на которое, естественно, действует сила тяжести. Вот, и это тело, да, отпускает с какой-то высоты, которую мы обозначим, ну, скажем, H большое. Можно H маленькое, можно Y, как угодно. Вот, я обозначаю вот эту вот высоту буковкой H. Начальная скорость равняется нулю, потому что тело не брошено вертикально вниз, а отпущено. Просто-напросто, да? Вот, значит, начальная скорость равна нулю. Тогда что мы делаем? Выбираем ось вертикально вниз, ровно туда, куда и смотрит ускорение свободного падения. Ускорение свободного падения всегда смотрит вниз, потому что земля притягивает эти все тела. Отлично. И ось мы выбираем вертикально вниз. Ну, поскольку вот так вот у нас ось Х, значит, вот так вот у нас может быть ось У. Вот. Выбрали направление оси У. Вот сюда. Ну, хорошо. Так вот, в этой задаче, в этих задачах, вернее, все гораздо проще. Я еще не начал их решать. В нулевое равно нулю. А вот А превращается в Ж. Легким движением руки я могу А превратить в Ж. Понятно, да? Ускорение, которое мы обозначаем буквой А, сейчас все время у нас будет Ж. Тогда мы получаем 4 формулы. В равняется ЖТ. ЖТ. Вместо Х я пишу H равняется В нулевое, которое равняется нулю. Извините, пожалуйста. Значит, это ВТ, деленное на 2. H равняется ЖТ квадрат пополам. И последняя формуленция у нас H равняется В нулевое, ноль. Вот это мы все это убрали. И H равняется В квадрат, деленное на 2Ж. Вот 4 формулы мы с вами, так сказать, имеем. Поэтому первая задача говорит нам вот о чем. А за какое такое время свободное падающее безначальной скорости тело пройдет 100 сантиметров своего пути? Ну и давайте посмотрим. Вот взяли. Да? Вот это вот самое тело и отпустили. Оно не обязательно должно к Земле прилететь. Вот, допустим, оно вот так вот летит. Это у нас 1 метр. Почему? Да потому что 100 сантиметров я перевел в метр. Вот. Ну и как эту задачку-то решить? Может по-разному. Но самый простой вариант вот какой. То есть я записываю. Нам же скорость неизвестна вот в этой самой точке. Поэтому я говорю, ага, он прошел у нас 1 метр. Свободно падает ЖТ квадрат пополам. Значит, время Т будет равняться квадратному корню 2H деленное на Ж. Всё. И задачка у нас решена. То есть мы должны взять корень. 2 умножить на 1, 1 поделим на 10. Будет 0,2. Вот за такое время корень из 0,2, да, можно его и подсчитать. Корень из 0,2 мы получаем 0,40. Ну, если округлим, получаем 0,45 секунды. Да, 0,45 секунды. 1 метр пройдет. Совсем как бы и ничего. Меньше секунды. Вот мы эту задачку решили. А вот следующая задачка, она формулируется следующим образом. Она формулируется так. За какое время свободно падающей безначальной скорости тело пройдет сотый сантиметр своего пути? Ну, как это понять? Значит, это у нас задача была первая. Задача первая. Сейчас мы будем решать задачу вторую. Вот сотый метр. И в чем различие? Здесь 100, а это сотый. Ну, давайте будем смотреть, да? Вот взяли тело, отпустили. Он летит. Первый сантиметр. Второй. Три. Четвертый. Пять. То есть, снимаем 8, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, сотый. Ага! Значит, сотый-то сантиметр, это между 99 сантиметром, да, и сотым сантиметром. Вот. И сотым сантиметром. За какое время оно, так сказать, пройдет вот этот вот сотый сантиметр? Ну, давайте с вами подумаем. Как же найти этот сотый сантиметр? Один, единственный сотый сантиметр. Вот. Ага, сотый сантиметр. А он будет из чего состоять? Из расстояния, которое он пройдет 100 сантиметров. Вот. 100 сантиметров. Отнять то расстояние, которое он пройдет 99 сантиметров. Вот и все. Вот это и есть так называемый сотый сантиметр. Ну, а какое расстояние он пройдет за 100 сантиметров? Да? За какое-то, так сказать, время 100 сантиметров он пройдет? Это ж, т, ну, допустим, 100 в квадрате, деленное на 2. Что такое 100? Это время, в течение которого тело будет пролетать 100 сантиметров. А какое расстояние 99 сантиметров? Что это такое? Это то расстояние, которое пройдет, пролетит тело за 99 сантиметров. Это ж, т в квадрате 99 сантиметров. Да? Вот. И тоже деленное на 2. Вот все. И если мы из вот этого расстояния 100 сантиметров отнимем 99 сантиметров, значит, мы находим сотый сантиметр. Отсюда будет следовать, что время, которое он пролетит 100 сантиметров, это у нас 2H100, деленное на 10. А Т99, это у нас будет 2H99, и тоже деленное на 10. Ну, на G. Мы же с вами это находили. Вот из любой формулы. Ну, вот H равняется GТ квадрат пополам. Значит, время Т это квадратный корень 2H, деленное на G. Вот что я, так сказать, и сделал. Ну, а теперь смотрите. Да? Можно сократить, тут будет 5. Что такое H100? Это 1 метр, значит. Это у нас получается 1 пятая. Правильно? Вот. Квадратный корень. А здесь квадратный корень 2H10. Тут тоже 5. А здесь что у нас будет? 0,99. Ну, вот, надо, значит, найти эти времена. Просто-напросто. И всё. Ну, здесь понятно. Квадратный корень из 0,2. Да мы это уже делали. Получается приблизительно, да, вот здесь вот. 0,45 секунд. А что здесь? Получается 0,99. Мы делим на 5 и берём из этого квадратный корень. И получаем 0,4449. Поэтому разница, она совсем осипученькая будет, но она всё равно существует. То есть, вот отсюда мы читаем вот это вот. Значит, минус 0,45. И мы получаем ничто иное. 5 на 10 в минус третьей степени секунды. То есть, 0,005 секунд. Ну, вот так вот. То есть, сантиметрик-то вот с такой вот время пролетает. И заметить-то не успеешь. Ну, вот всё. Значит, читать задачки надо внимательно и не путать. А чтобы это не происходило в дальнейшем, я предлагаю вам всё время учиться физике на самом суперском канале. Канале физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудь поставить. Всё, всё вам доброго. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, мальчики, девочки, студенты и студентки. И мы продолжаем с вами решать все возможные задачки по теме «Свободное падение». Несмотря на то, что у меня уже решено огромнейшее количество задач, ну, вы знаете, с каждым годом задачки не становятся более совершенными. Просто каждый год появляется что-то новое. Вот, например, доста новая появилась. Тушь вот новой у меня появился. Ну, ладно. Давайте с вами будем продолжать решать всё-таки задачи. И сейчас представим себе, что вот летит вертолёт, который должен сбросить какой-то груз. вот это вот вертолёт, да, который должен сбросить груз с высоты, естественно, H, H, вот, ну, скажем, геологам, вот, которые там землю копают, или периодически сбрасывают что-нибудь, вот. Пару бутылочек лимонада, вот, ну, неважно. Короче говоря, короче говоря, происходит следующее. Происходит следующее. Ну, первым пошёл груз вот этот. Бах! Сейчас проиллюстрировал. А через секунду, после того, как этот груз уже находился в полёте, бросили второй груз. Ну, короче говоря, это выглядит так. Раз, два, всё. Поднимать не буду. Я думаю, что это, как говорится, понятно. Так вот, вопрос заключается вот в чём. Определить расстояние между этими двумя грузиками через две секунды. Всё. Время две секунды. Две секунды. А задержка это одна секунда. Да. Задержка одна секунда произошла. То есть, понятно, да, ещё раз, это нужно понять. Бросаем груз, а через секунду бросаем второй груз. И какое между ними будет расстояние, через две секунды. Вот такая вот ситуация. Я всегда говорю, давайте представим себе, что же происходит. Итак, с высоты, да, бросили груз. Значит, первый груз у нас, допустим, находится здесь, через две секунды. То есть, время полёта отсюда сюда это две секунды. Вот, это время. Ага, понятно. вот. Теперь, через промежуток времени Тау, бросили второй груз. Да. И нужно посмотреть, а какое расстояние между ними будет. Значит, давайте тогда так и сделаем. Вот это вот расстояние, которое пролетел первый груз, за две секунды, мы обозначим Эйч. А вот это расстояние, которое пролетел второй груз, а за какое время то он пролетел? Ага. Над этим-то вопросом нужно подумать. Он летел, в принципе, на одну секунду меньше. Но я хочу решить задачу в общем виде. То есть этот-то груз у нас летел в время Т-минус Тау. Вот эта буковочка называется Тау. Понимаете, в чём дело? Поэтому я хочу найти расстояние между ними. Ну, давайте обозначим вот это расстояние, которое пролетело за Эйч, маленькое. а расстояние, которое мы ищем, будет у нас ну, Дельта Эйч. Вот так вот. То есть мы должны найти Дельта Эйч. Я всегда говорю, физика это не искание каких-то формул, и подставление каких-то чисел. Если мы поняли процесс, который здесь произошёл, значит сто процентов можно достоверно так говорить, сто процентов говорить, что задачка в принципе на девяносто процентов уже решаема. Ну, можно, может быть, при решении допустить какую-то неточность, но если мы поняли, что нужно делать, поверьте мне, вы всегда отойдёте до какого-то определённого результата, и этот результат будет очень и очень хороший. И так ещё раз происходит бросание вот этого тела. Он летит в данной задаче две секунды. Через секунду бросается второе тело, которое, естественно, тоже летит. Но оно же летит с опозданием на одну секунду. И вот это опоздание я обозначил буквочкой ТАУ. Естественно. Вот это ТАУ может быть и одна секунда, и две секунды, три секунды, четыре, сколько угодно. Ну что, давайте начнём решать эту задачу. Итак, H сохся. Так, что же у нас есть тут ещё? Есть. Это можно выпросить. Итак, H отлично. Это будет у нас что? G Т квадрат делённое на 2. Потому что начальная эта скорость была равна нулю. И вот здесь, ребятки, ну не нужно сразу подставлять численные значения. Ну неинтересно. Это можно делать на уроках математики в пятом классе. А сейчас мы просто поняли. G Т квадрат пополам. Почему же будет равняться аж маленькое? Вот это вот расстояние оно у нас будет равняться G Т отнять ТАУ в квадрате тоже делённое на 2. Вот. А ищем то мы с вами Дельта H Дельта H Ну когда я H говорю когда я H говорю вот не знаю вот можно и так и это главное понять что происходит поэтому я ищу вот это вот расстояние между ними значит оно будет равняться H отнять H естественно H отнять H ну и всё давайте вот отсюда так сказать и начнём плясать Дельта H будет равняться чуть ниже чтобы сюда не заехать Дельта H будет равняться G T квадрат пополам отнять G T отнять Тау квадрат и делённое на 2 всё в принципе задача решена уже можно подставлять численные значения но это не интересно давайте всё таки попробуем получить такую более красивую формулу потому что вы видите здесь уравнение сокращённого умножения я уже вижу если мы это всё сделаем будет тоже G Т квадрат пополам с минусом сократиться давайте посмотрим короче говоря что получается значит G T квадрат пополам я вот это написал и сейчас внимание смотрите что я делаю минус квадратную скобочку здесь у меня будет G делённое на 2 а в скобочках я буду писать T квадрат минус удвоенное произведение первого числа на второе и плюс Тау квадрат закрывает две скобочки понятно да вот ну что давайте теперь будем открывать эти скобочки почему я написал ДТ большое вот видите я же всегда говорил недочёты какие-то могут быть вот один из них недочёт но мы его исправили значит ДТ маленькое получается равное ЖТ квадрат пополам минус вот этот минус не советую трогать давайте скобки вот эти квадратные просто-напросто откроем получается ЖТ квадрат пополам правильно минус Ж умножить на 2 Тау делённое на 2 и плюс ЖТау Ку ЖТау квадрат делённое на 2 а вот сейчас можно скобочки открывать предварительно вот эти вот минусы сократив двойки сократив значит ДТ у нас получается равное ЖТ квадрат пополам минус ЖТ квадрат пополам вау классно да минус минус даёт плюс и получается плюс у нас такой ЖТау ЖТау вот и минус ЖТау квадрат делённое на 2 и вот это вот раз два сократили вот и получилось у нас в общем виде высота и это сейчас могу убрать вернее не высота а расстояние между ними равное дельта H равное ЖТау и минус ЖТау квадрат делённое на 2 смотрите ребятки получил классную формуленцию просто напросто вот это Тау может быть каким угодно вот это время может быть каким угодно и тогда эта задачка решается ну элементарно как говорится просто до этого нужно дойти давайте посмотрим что же происходило через 2 секунды какое расстояние какое расстояние между ними было 10 умножить на 2 и умножить на 1 потому что время это 1 минус 5 значит получается 15 метров теперь кто-то может сказать хорошо вот оно падает с высоты ничего не мешает вот сопротивления воздуха нет а какое будет расстояние между двумя грузами которые были спущены с вертолета геологам геологи ловите короче говоря дельта H будет равняться ну допустим через ну 4 секунды будет ли в 2 раза больше конечно нет скорость увеличивается ну давайте посмотрим ради спортивного интереса да то есть через 4 секунды какое будет расстояние ну снова смотрим значит что получается 10 умножить на 4 и умножить на 1 минус 5 Тау в квадрате это единица в любом случае да Ж деленное на 2 на 5 мы получаем 35 метров видите какое уже расстояние будет точно так же можно сказать а если второй груз допустим выбросили через 2 секунды вот какое будет расстояние через 4 посмотрим 10 умножаем на 4 умножаем на 2 отнимаем 5 и умножаем на 4 значит будет 80 отнять 20 будет 60 метров ну и так далее и тому подобное самое главное понять вот то что вот здесь вот произошло поняли значит решили а еще хочу напомнить что стало все понятно по одной простой причине что вы учите физику на канале ФЭП физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить всем доброго до свидания до новых встреч здравствуйте мальчики девочки студенты и студентки мы продолжаем с вами решать задачи по теме свободное падение и сейчас нам предстоит с вами решить задачу 20-21-3 а задача такая тело падает с башни с нулевой начальной скоростью известно что вторую половину пути оно прошло за 0,8 секунды определить высоту башни ну что как всегда рисуем чертеж записываем условия и решаем самое главное нарисовать чертеж и так и так вот тело которое падает с высоты h которое нам нужно найти а вот вторая половина вот она и известно что вторую половину она проходит за время но если вот это время я обозначу буквой t ну пусть вот эту вторую половину я обозначу за t2 ну как бы вторая половина вот можно t1 можно t2 не важно ну вот ну понятно что вот это тоже будет не вторая половина а первая половина вот все с этим разобрались значит t2 это у нас 0,8 секунды все больше ничего как говорится неизвестно вот так ну хорошо значит как же нам получить t2 0,8 или половинку а вот смотрите если у нас тело падает за время t которое мы ищем да тогда высота будет равняться g t квадрат пополам а вот эта вот половинка это h деленное на 2 или h деленное на 2 но ведь этот шарик точно такую же половинку проходит да вот h деленное на 2 а за какое такое время а он пройдет вот это время отсюда до сюда за время равное t отнять t2 я думаю что это понятно если все время t это t2 значит вот это время ну можно написать что t1 это время прохождения первой половинки вот она первая половинка значит это будет g t отнять t2 все это в квадрате деленное на 2 вот все ну и тут интересная штука получается нам фактически все известно кроме чего кроме того что мы не знаем время и не знаем высоту но тут можно сделать следующее тут есть несколько вариантов можно первое уравнение поделить на второе второе поделить на первое можно вот эти двоечки сократить и приравнять правые части ну не знаю давайте во первых двоечки сократим мешают они нам вот ну и тогда что у нас получается получается следующее что g t квадрат пополам равняется g t отнять t2 и все это в квадрате значит вот эти же g мы можем сократить правильно и напишем пока не будем торопиться t квадрат деленное на 2 а здесь открываем скобочки получается t квадрат минус удвоенное произведение t на t2 и плюс t2 в квадрате вот что у нас получается ну тут видно что квадрат на уравнение давайте вот это t2 t в квадрат деленное на 2 перенесем в эту часть получается t квадрат отнять t квадрат деленное на 2 минус 2 t2 плюс t2 в квадрате равняется нулю ну вот ну и сейчас вместо t2 можно поставить численное значение значит здесь получается половинка минус 2 t2 это 0,8 ну 2 на 0,8 будет 1,6 t да и плюс t2 в квадрате и плюс 0,8 в квадрате это будет 0,64 все это равняется нулю умножаем все на 2 получаем t квадрат минус 3,2 t и плюс 1,28 равняется нулю ну и мы получили самое обыкновенное квадратное уравнение которое можно как говорится решить безусловно вот ну и решая это квадратное уравнение ну есть разные способы решения квадратных уравнений я записываю t1,2 равняется 1,6 плюс минус 1,6 в квадрате 2,56 отнимаем 1,28 получаем 1,6 плюс минус квадратный корень из 1,28 вот значит квадратный корень из 1,28 получается 1,13 1,6 плюс минус 1,13 1,13 ну смотрите если мы из 1,6 вычитаем 1,13 мы получаем 0,47 то есть этот ответ не подходит абсолютно не может быть чтобы время падения было меньше чем он проходит за вторую половину поэтому время t остается 2,73 секунды вот это время в течение которого он падал ну а сейчас что и подсчитываем эту высоту вот по этой вот самой формуле потому что время мы нашли g принимаю за 10 метров на секунду в квадрате g деленное на 2 5 и умножаем на 2 73 в квадрате вот такой вот мы с вами ответы получаем 5 умножаем на 2 73 в квадрате и получаем и получаем 26 метров вот с такой вот высоты это тело было так сказать отпущено вот все значит высота башни 37,26 метра башни то где-то этажей так сказать 12 хорошенькая башенка ну вот все учить физику на самом суперском канале фэб физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить вот все всем доброго до свидания до новых встреч здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки сейчас нам с вами предстоит решить еще одну задачу по теме свободное падение тел ну вот давайте себе представим тело которое будет падать с высоты 270 метров и мы должны разделить вот эту всю высоту на три отрезка такие что время прохождения каждого отрезка будет одинаковым то есть мы должны найти вот эти вот отрезки расстояний которые будут пройдены этим самым шариком за одинаковые промежутки времени должны разделить на три отрезка ну вот допустим первый отрезок потом пойдет второй отрезок ну и уже последний более большой да вот так вот да будет третий отрезок то есть это у нас h1 вот это у нас будет h2 это у нас будет h3 то есть мы должны найти h1 должны найти h2 должны найти h3 или h3 или h2 или h1 я иногда говорю так иногда говорю так вот но от этого задачка по физике абсолютно не меняется вот такая вот ситуация отрезки времени они одинаковы то есть здесь t здесь t и здесь t ну можно обозначить t1 t2 t3 вот и написать что эти отрезки времени они будут одинаковыми равняется t так что уже делать что уже делать что же делать ну давайте сначала посмотрим что произойдет если тело у нас будет падать с высоты и пройдет вот эти все 270 метров то есть 270 метров оно пройдет вот вот это вот h полное которое равняется h1 плюс h2 плюс h3 да она пройдет у нас за время gt квадрат деленное на а тут ну так в общем виде но время то это будет равняться раз два три t1 плюс t2 плюс t3 ага значит это у нас будет три t и все это в квадрате отлично что можно отсюда извлечь что из этого будет следовать из этого будет следовать что 2h деленное на g равняется 3t в квадрате мы возведем это все в квадрате будет 9t в квадрате тут появится девяточка а здесь остается t2 ну так я здесь напишу почему это так получилось g3t в квадрате дает нам 9t в квадрат и это делим на то если мы находим t2 получается 2h деленное на 9g ну вот и все в принципе задачка решена можно продолжать ее решать в общем виде а можно взять просто-напросто и рассчитать что же такое у нас t2 2h это будет 540 540 делим на 10 54 54 делим на 9 будет 6 вот так 6 секунд в квадрате все мы нашли что такое t2 ну а сейчас все очень просто ой значит что у нас получается вот h1 чего будет равняться gt2 пополам где t это вот это время t1 который равняется t а t мы нашли даже не t нашли а t в квадрате значит у нас получается что h1 h1 будет равняться h1 g делим на 2 получается 5 а t в квадрате это 6 значит получается 30 метров все h1 нашли h1 это у нас 30 метров 30 метров дальше вот что интересно мы должны найти вот это вот расстояние а время которое оно пройдет h1 плюс h2 равняется 2t ну здесь то и здесь то получается 2t правильно поэтому h1 плюс h2 у нас будет равняться g а здесь будет 2t квадрат деленное на 2 правильно ну давайте найдем чему это будет равняться h1 плюс h2 это 5 2t в квадрате это значит будет 4 правильно 4 и на сколько 5 умножить на 4 умножить на t в квадрате а t в квадрате это 6 получается 120 метров но 120 метров h1 и плюс h2 h1 мы знаем значит h2 будет равняться 90 метров ну а раз мы нашли h2 90 метров да и здесь 30 метров значит все у нас будет 150 120 метров 120 метров правильно а всего-то у нас 270 значит чтобы найти h3 мы должны 270 метров отнять 120 метров и получить 150 метров вот вот все так решается эта задача то есть что я хочу сказать задачка она не такая уж и сложная мы должны научиться прослеживать вот закономерность и если мы это поняли то там уже не важно можно вот это все расстояние которое он пролетит делить на 4 отрезка на 5 отрезков сколько угодно если мы поняли что то есть сказать произошло здесь вот что мне хотелось бы вам рассказать учите физику на самом суперском канале фэпфизика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить все всем доброго до свидания до новых встреч